Эфир телеканала протягивает новины Мишины у Студырына Смольская и сегодня у программы. Хлебная олимпиада на Мишине ушановывают сперших комбайнеров-тысячников. Поздравляю, Олег. Приятно так вот за то, что вырастили, что урожай такой хороший. У лес по ягоды мядельские нарыхтовщики белорусскими дарами лесу завиаспешивают навод краины Евросоюза. Люди активно собирают ягоды, мы заготавливаем их каждый день. На бис к летскому мужчинскому народному коллективу «Неруш» 10 год. У нас уже есть свои ценители. И в Минске есть даже. Мы едем, уже нас знают там. Хлебная олимпиада на Мишине ушановывают сперших комбайнеров-тысячников. Ими стали механизаторы сельгазпредприемства «Тимиразиуски» Копыльского района. Это браты Олега и Сергея Пятигорцы. В семейное споборництво хлопцы ведут не первый год. На жниве их комбайны заужды идут поруч. И у областные лидеры браты Пятигорцы вышли Амаль Одночасова. Повеншовать молодых Леборову на Копыльшину приехал старшинянин Абраканкама Борис Батура. Поздравляю, Олег. Тут вот премия заслуженная. Ну а это свободно от работы вреда, не дай бог, тоже будет почитать вещи, но очень интересно с поздавательной точки вреда. Хлеб в этом году неплохой. Поэтому все зависит теперь, конечно же, от нас, от тех, кто убирает, от нас, чтобы создать нормальные условия для тех, кто непосредственно занимается уборкой. Ну а от тех, кто убирает, особенно комбайнеры, это, конечно, качество уборки. И здесь мы очень серьезно контролируем эти процессы, потому что собрать надо все, чтобы действительно никто не был в обеде. И в первую очередь земля, которая трудилась и выращивала вместе с людьми этот урожай. Когда вот приезжаешь на поле, красивое поле, и вот начинаешь работать, там, убирать, когда вот заполняется быстро бункер, очень приятно так вот за то, что вырастили, что урожай такой хороший. У нас суть не битва идет. Как шофера, шофера и так, и комбайнера, сколько заработали, требовали, ну, узнать, как знали заработки. И на молодых каждый день контролируем. Межтым, все летняя Нива для аграрии Украины без усилияких метафор может стать золотой. У Беларуси собрали третий миллион тонн зерня. Середняя урожайность по краине досягнула 38 центнеров с гектара. Убрана амаль 34% у всей площади. У тройцы лидеров Жнева, Брэзская, Гродзинская и Минская в области. У столичного региона по урожайности другое место. Самая уродливая Глеба у Нясвежским районе. Тут урожайность досягает 56 центнеров с гектара. Не наш мат отстают от хлебного лидера Клецкие и Держинские районы. В уборочную кампанию уключаются без пера больше не абсолютно усе вязковые жухары Миншины. На Клецчине комбайны микируют навод целые семейные экипажи. Татьяна Кристофович про марафон на Хлебной Ниве. 20 дзен было отведено на Жневоу в Клецком районе. Полова уже пройдена. Механизаторы нарушивают темпы. На сбожьевой палетке тут вышли еще у 20-х. Личба хлебенья, рапс, тратикалий, сегодня уже уявшимень. И шиты день сверны будут заполнены. Сегодняшний день у нас пока до 50 сантиметров в гектаре. Хочу сказать, что у наших соседей 63 сантиметра. Но это говорит о том, что у нас есть еще время, есть резервы. Растили в этом году очень хорошие урожаи. Помогло то, что перезимовало очень хорошо наши культуры и рапсы, и пшеницы, и тратикали. Поэтому мы надеемся, что получим большой урожай. Главное его убрать, ну и погода. При таким надворье зерни спеем моментально. Так, коли на початку жнива верготность была 25%, теперь 12%. А значит, минимум до процовки. На этих землях интересно работать. Да, есть где развернуться. То есть, позволяют площади. У нас техника позволяет. В этом году поступили новая техника. Наверное, совершенно трактор у нас есть. Комбайны хорошие. На палетках района что дня находится свыше 100 комбайнов. Уже из них новые. Заденечено 160 механизаторов. Ударочи распрацована целая система поддержки механизаторского склада. Там есть много номинаций. Молодой экипаж. Лучший комбайн не только по намолоту, по качеству уборки. По дисциплине. Такой производственной, именно технологической дисциплине, лучше сказать. По уборке зерна без потерь. И водители на отвозке зерна. Шесть экипажей зараз працуют в сервис предприемстве «Туча». Полова семейная. Третий год запор пара Никончуков так проводит лето. Суместная праца только за счастье. А еще это доброе пополнение бюджету. Только за день можно заработать миллион рублей. Я получаю удовольствие. Во-первых, было очень приятно первый раз, когда мы намолотили первый бункер. И эта красота из жерна сыплется в машину. Ну, вообще красиво. Шелест, это колоса. Мне нравится. Отлично помочь. Не каждый даже мужчина так сможет. Выдержит такую жару и пылает. Виктор Михайлович разом с сыном Олегом усердно справит так само ненавички. Ужу намолотили под 500 тонн. Але окажуть лишь бы не мяжа запалу хопить еще не на один гектар. Тем больше стимул есть гроша. Усю семью сбираются на машину. Зранецы до вечера ушчаруют палетки механизаторы. Тут ловят кожный солнечный день. Поколь на двор я радует. Если уповнена с поставленной задачей справиться у термин. Татьяна Криштофович, Дмитрий Травин, Миншина. Поглынула водная стихия. Ратовальники бьют трывогу. С початку года на Миншине потанули 83 человеки. Утым лику шастера дятей. 98 же хару Миншины сдолили уратовать. Только за минулые выходные водная стихия добрала життя четверых человеку у Смолявицким, Солигорским и Стародорожским районе. Утым лику потанула и дитя 2003 года на Раджине. И у протяг темы у старых дорогах заборонили купание у трех водоемах. Водные процедуры теперь нелега примать на Скачальских и Ляуковских озерах. А так само на городской родце по улице Московская. А у районе везки Будёничи отчинена выротовальная станция. Что день с 10 ранецы и до 22-го один вечера тут дежурать водолазы. Выротовальный пункт оснащенный усим необходным обсталяванием. У лес по ягоды. Нарыхточный сезон на Мядельшине у самом разгары. 40 тонн лесных дорог уже у района Эскарбонцы. Их заморозят и отправят на экспорт Украины и Евросоюзу. До конца ягодного рыбного сезона тут плануют запастись витаминными продуктами и на внутренний рынок. До слова, селетнюю раджай удвоя больше, чем в минулом годе. Сдать ягоды и грыбы можно не только у крамах. Выязные пункты приёму працуют у самых топовых местах сбору. Людей много, конечно. Где-то начиная с около 12 часов, вот с 11-12, вот где-то в это время первый поток идёт, потом после трёх часов второй, и где-то к 6-7 часам третий поток. Люди активно собирают ягоды, мы заготавливаем каждый день. Вот стоим 9 часов, мы уже здесь, значит, с палаткой и с ящиками. Цены варьируются в зависимости от рынка взбыта. Мы свою ягоду замораживаем, планируем отправлять на экспорт. Ну, планируем ещё заготовить около 20 тонн, наверное, чтобы до полной грузоподъёмности машины 20 тонн одна машина. Ягоднание с природой. Национальный парк на Рачанске за 6 месяцев наведали амаль 12 тысяч туристов. По экскурсийных маршрутах сёлита пройшли свыше 7 тысяч человек. И 3 тысячи туристов отпочивали у гостимичных комплексах, гостявых домиках и коттеджах. Аматорам активных отпочинку пропановывают поляуничые и рыболовные туры, конные, велосипедные и водные маршруты. Организовано навод подводное поляование. Дарыч, национальный парк размещен на территории одразу трёх областей. Тут сустракается 30 видов рослин, занесенных у Червоную книгу Беларуси. Ёсть уникальные некранутые кутки природы. Сярод их и комплекс Блакитные озёры. В сходе с законом акция «Арсенал» по сдаче незарегистрованной сброи снова пройдя у Жодини. Специальное комплексное мероприемство заплановано на конец липенья початок Жнивня. Правоохойники застерогают громадян от учинения незаконных деяний. Той, кто доброохотно развитается со сброи, вызволяется от криминальной отказности. Порушальник же может позбавиться свободы на термина до 12-ти годов. До слова летость. Падчас акции милиционеры конфисковали 60 боеприпасов и 8 выбуховых речевов. Были узбуджены криминальные справы. Набис к лецкому мужчинскому народному коллективу «НЕ» не руш 10 год. Некали аматорская группа, а теперь народный мужчинский вокальный ансамбль, мае велику популярность и признание. Причым не только в области, а и на республиканской сцене. У дельники коллективу – працевники адукации и культуры. Их ядная любовь до музыки и народной творчасти. У репертуары «НЕ» руша больше за 100 композиций. Гэта аранжировка песнь беларуских композитору и аутерские творы. Сейчас мы новый проект делаем совместно с детским коллективом «Сузория» образцом. Выступать совместно. На десятилетие нашего коллектива мы сделали попури песняров в народном плане и спели с детьми. Это было очень интересно. У нас уже есть свои ценители. Не только тут и в Несвиш, и в Минске есть даже. Мы едем уже, нас знают там. И гэта была пушная информация о выпуске. Усягу вам самого доброго. И заставайтесь на канале «Столичная Таребачина». Субтитры создавал DimaTorzok